здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек редкой профессии редкой потому что не каждый рискнет работать учителем начальных классов к тому же юлия витальевна фролова который гость нашей сегодняшней программы она работает не просто учителем начальных классов еще и в кадетской школе городского округа люберцы здравствуйте или витальевна но вы прекрасно понимаете что октябрь месяц месяц учительский когда даже выпускники самых самых первых лет вдруг вспоминают что когда-то у них была учительница потом потом они вспоминают что их было может быть несколько кто-то может быть переезжал но все равно бывает первая учительница и потом все остальные у вас еще кадетская школа чем отличается кадетская школа то обычно это первый вопрос чтобы сразу поставить все точки над и но кадетская школа у нас с 2014 года мы статус получили конечно а есть кадетские классы и обычные классы а вот в этом году я учитель кадетского класса взяла там все форме а там все форме ходят да и девчонки мальчила вы нет я не форме ну здесь конечно дресс-код но у учителей военной формы нет в чем отличие прежде всего направленность до кадетская они дальше когда идут в пятый класс это конечно больше сейчас про педевтическая работа но в пятый класс у них появляется больше дисциплин связаны с кадетством военная подготовка у старших классов такой военизированный направление силовой а у них появляются дополнительного хора не ходят заниматься выступают на какие-то сборы ездят да то есть вот связано с военным направлением тогда чтобы эту тему нам все-таки доработать отличие кадетов начальных классов от обычных скажем так традиционных детишек но если мы берем начальную школу до как правило особого отличия нет программа у нас одинаковая до образования только форма до классы мальчишек много а вот у меня допустим в классе 26 человек из них 19 мальчиков но есть и 7 девочек смелых которые решили родители их отправили вот учиться в кадетский царицы будущее но вы знаете некоторые приходят уже маленькие девочки в первый класс мы помню когда готовили у нас были подготовишь к школе и она уже вот ей было шесть с половиной лет она мечтала знаете я хочу стать военной как она говорила девчонка и она пошла в кадетский класс конечно там отбор ну как отбору по с ними говорят куда бы до чтобы ты хотел как ты хотел да и уже определяется приоритет ну конечно многие мальчишки мечтают все таки о военной службе да они потом могут если что-то поменяется в их желаниях не идти по войти конечно то есть она должна выбрать вуз и так далее потом хорошо но я знавал не у некоторых женщин и генералов и поверьте вот смотришь как вокруг нее эти майоры капитаны она генерал это серьезно это серьезно так же по-разному бывает юлия витальевна все-таки день учителя мы не можем не поговорить о вас как обучительницы потому что у нас эта профессия красной нитью проходит через всех нас всю жизнь сколько я помню все говорят о неких проблемах реформах образования но это как бы постоянно и зарплаты обучения кто правильно учат то неправильно учиться так далее но вы на сегодняшний день работаете как мы выяснили почти четверть века уже 25 лет почему вы стали учителем случайно или немногие сдавай задавали этот вопрос и ученики которые сейчас приходят ко мне когда-то уже давно давно то есть уже вышли уже в институтах в детстве в раннем я наверное не мечтал об этом нет но лет в 12 я вдруг начала играть в школу я представляла что я объясняю уроки и вот потом с этого момента так получилось получилось потихонечку я поступила после 11 класс уже тогда педагогический колледж 15 в москве окончила его и уже получила свою специальность потом сразу мы сдавали экзамены я пошла учиться дальше на юго-западную московский педагогический университет бывший институт ленина как его называли да то есть я уже вышла я и работала и уже училась ну то есть вы с точки зрения образования стопроцентный профессионал а теперь поговорим о жизни раз 25 лет то вы же должны помнить свой первый дак золотой набор золотой набор и первую свою учительницу как вот и сказали она запоминается до сих пор помню и первый свой класс это было второе вот как вы зашли в 2 класс добыла 2 классом как вы зашли что это про было в том это да помню это была школа-интернат номер 95 до садилась она на каховке метро каховская с понедельника по пятницу детки там жили а на субботу воскресенье их забирали у кого установки их были или опекуны или бабушка с дедушкой родня ну или родители поражена судьба сложная судьба у ребенка да дети были к сожалению но непростые и когда я вошла второй класс они еще к тому времени достался вот поставили все у нас тогда не спрашивали они были разновозрастные кто-то пошел в школу гораздо позже это было и девять и десять лет так сложились обстоятельства до что все равно нужно было с ними работать и конечно получается второй класс чем старше ребенок поэтому они еще совсем уже совсем взрослый них свои дети уже давно девчонки мальчишки до сих пор вы знаете в социальных сетях вот а если общаешься то пишут спрашивают как дела конечно запоминающиеся до сих пор помню фамилия татьян допустим чеботарева была у меня такая два брата шепелева были то есть фамилия все равно на слуху и помню с человеком с которым я работала в паре это был учитель второй половины дня у нас тогда были она с ними гуляла делала уроки что-то ладовалась полу воспитатель да да можно сказать да самую работу но к сожалению человек уже тогда было возрасте да уже больше прошло много где роман муж кто же помогла да она помогала да она вот так была няня не такой добрый с ребятами очень хорошо никогда не хотелось бросить работу хотела длина по разным времена разные бывают а почему не бросил а вы знаете каждый год за год накапливается столько усталостей конечно что кажется что уже все сил больше нету и когда не хватает внутреннего ресурса то все я увольняюсь я больше работать не буду и каждый год где-то ближе к августу когда мы все отдохнувшие на пообщавшись и соскунул со своей семьей прежде всего да много времени для личного общения и уже к августу не хватает да хочется увидеть и тем более каждые четыре года ты же набираешь до людей интерес маленькие маленькие совсем для тебя еще такие незнакомые думаешь какие они будут как сложатся отношения да и каждый раз да вы право увольняюсь и потом возвращаясь у себя внутри было как это с удовольствием прощаюсь и остаюсь юля витальевна но вернемся все-таки начальную класс даже если мы сейчас просим у людей которые но имеют а право преподавать да и могут преподавать чаще всего они говорят нам постарше там чем старше тем лучше да не учителя в детки чтобы были постарше старшие классы или там по специальности а лучше вообще совсем уже выпускников брать хотя там тоже безусловно свои какие-то проблемы но есть такое ощущение что с ними как-то проще то есть они более понятливые а вы учительница начальных классов это когда человек но скажем давайте говорить искренне у него больше некой своей персональной свободы как он ее понимает то есть а его нужно поставить какие-то все равно рамки славяда да то есть фактически вы чуть-чуть в хорошем смысле слова эту свободу подрезаете или направляете в нужное русло вот как вы договариваетесь с ними как идет этот процесс почему вы именно начальных классов учить знаете среднем звене работать тоже очень интересно но и чем старше ребенок у них же свои я да свое я это протесты всевозможные хотя максимализм да хотя сейчас ученики четвертого класса вот есть тенденция к тому что подростковый период немножечко вот в начальную школу то уже и скатывается да потому что в четвертом классе у нас начинаются довольно душераздирающие проблемы и появляется и ну если про любовь да конечно уже есть свое увлечение вот это я и право отстоять свое мнение поэтому здесь вот я уже заметил вот уже второй выпуск здесь да я третий набрала и детки то уже к четвертому классу далеко непростые уже вы как раз тоже немножко средний этот да учителя конечно который в среднем звене им конечно достается что называется что касается малышей то конечно когда они приходят вот как вы сказали ограничивать свободу я думаю что несколько ограничивать сколько надо уметь направлять это же надо уметь договариваться да ты выстраиваешь отношения ты понимаешь что ты должен между взрослым учителем до ребенком соблюдать определенную дистанцию но тем не менее дать ему понять что ты мне чужой человек это тот который его поведет для себя вот на протяжении 1 если развивать 1 2 3 4 класс я разная 1 класс это такая мама на сетка которая вот чтобы они все были рядышком помочь переодеться еще этот момент а второй а мы уже становимся более самостоятельным но еще не забыть 1 класс и поэтому здесь с мамы на сетке мы переходим уже человек более который посоветоваться можно что-то уже да то есть появляется больше взрослое мнение третий класс это уже уходимы в самостоятельность когда появляются уже уже первые два за плечами мы большие и в третьем классе больше самостоятельности у них есть возможность освоить что-то новое то есть дать вот заинтересовать уметь показать это только через личный опыт естественно если ты заинтересован ты пока что тебе это интересно то можешь заразить в хорошем смысле слова своего ученика так как происходило в четвертом классе когда у нас окружающий мир и там очень много историй исторических моментов тяжелый ведь такой достаточно предмет и тем более есть мир сегодняшний да и мир вчерашний да если так можно есть что сравнить и показать и поэтому ребенок когда ты ему пока что-то интересно ты рассказываешь им какие-то знаете небольшие фрагменты ну а вот посмотрите а как мы и появляется дискуссия уже такая возникает и многие после этого уходя в пятый класс а мне так истории нравится говорят мне а биология как так и я на для этого и работала чтобы заинтересовать и была преемственность когда они уйдут уже в пятый класс и учителям но мы все равно делаем такое хочется их отдать и уже чуть подготовить чтобы они сами не боялись потому что они конечно еще ну а есть элемент этого расставания или с их стороны же иногда бывает хух слава богу мы законе в том смысле что там по учитель плохой же а мы взрослыми стану мы идем уже в 5 там 6 7 есть элемент расставания элемент расставания есть когда вы знаете в моем случае и как правило они же потом приходят все в гости вот у меня сначала приходит девятый класс потом идет первую то есть первый выпуск в этой школе потом 5 сюда же заходят эти малыши стоят они смотрят ничего понять не могу что так много народу что таки все большие приходят расставание конечно первый грустный момент что уже буду не я с ними а много других учителей это мы все поплакали все конечно эмоцию включили но с точки зрения расставания что они никогда не могут есть только не переедут куда это звонят пишут а эти приходят постоянно поэтому если что-то не получается они даже совет спрашиваю ну сделал небольшую паузу как перемену должна быть прозвучать звонок тем более что мы же в начальных классах поэтому маленькое у нас должно быть занятие после чего продолжим у нас в студии юлия витальевна фролова учитель начальных классов к одесской школы городского округа люберцы напомним что эта программа открытый диалог у нас гостях юлия витальевна фролова учитель начальных классов к одесской школы городского округа люберцы ильтон а какие сейчас предметы входят потому у нас же все меняется в этой жизни да как что именно в начальных классах какие предметы вы преподаете в начале школах у нас ходит русский язык литературное чтение окружающий мир математика технология это то что учитель ведет 1 до технологии это бывшие уроки труда но вы знаете имея красиво нет но есть очень много возможностей сделать урок интересным по тех команды сейчас очень много и видеоресурсов есть пожалуйста ну станков стояли я помню знаете мальчишкам в старших классах этого не хватает им очень нравится на крайней мере у меня сын пришел мама мы табуретку заучили сделать счастье не было предела музыка это уже в специалисты ведут рисование идиот да ну вот вот так иностранные языки со второго класса два часа в неделю это все все вам необходимо как-то ну необходимо по крайней мере у них идет попробовать свои силы допустим иностранном языке русский математика чтение это база это всегда так было окружающий мир а в четвертом классе добавляется предмет основа светской этики может поэтому в четвертом классе уже как вы говорите начинается первые такие отзвуки будущей взрослой жизни а скажите оценивание потому что вот я всегда с учителями когда беседую мы же все были школьниками да хотели учиться на отлично я не знаю все ли хотели учиться на отлично у некоторых это автоматически получалось что-то хотел кто-то не хотел и несмотря на это потом на другом этапе своей жизни до взялся за ум и все хорошо замечательно но тем не менее вот вы как оцениваете с но есть же правило по моему учителя по заорганизованности вот этой вот бюрократической составляющей но может быть чуть-чуть от врачей отличаются но тем не менее оценивать же надо как-то детей опять же взрослого там надо попроще оценить сделал 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 не сделал не сделал а здесь как вы оцените оценки ставите а у нас к детской школе работают вот в начальной школе да и в старшие учителя которые вот своим индивидуальным подходом да вы правы есть определенная система конечно мы ее придерживаемся если это первый класс им же оценок не ставят первого они безумно хотят быть оценены они все хотят 5 не понимаю сколько сил для этого то есть вот это вот это вот горящие глаза и тут придумывает там медальки там жетончики лишь бы он стимулировать то есть это мотивация на обучение второе и далее класс это же начинается оценочная система то есть да есть определенный вид работ есть определенные правила но все равно подход идет к ученику индивидуально почему бы не дать возможность если работа не получилось ее но выполнить заново тем более до бывают уже есть попытку дать второй шанс и средней школе учителя дают такую возможность то есть да есть вещи которые можно исправить да будут моменты когда скажут нет но все равно ребенок должен иметь шанс вот система оценок вы как опытный педагог она идеально вообще сегодня вопрос сложный вопрос сложные но больше пяти баллов наверное максимально максимально да это идеально выполнена работа там есть прям вот должно все бы на это конечно замечательно но все-таки допустим есть ребенок который когда быстро думает на плохо пишет и буквы 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 он старается на русском языке вот допустим диктант он нам можно взять грамоту но буквы выпрыгивают и строки и конечно здесь все равно в пользу ученика то есть пользу ученика в пользу ребенка все правильно округляем в пользу ребенка и потом еще раз я говорю пока в начальной школы они еще маленькие даже и в среднем звене учителя работают так что есть возможно да ты получил пожалуйста то скорее всего это даже не не реалистичная такая оценка оценка мотиватор да а вот уже мотива от старших классах все таки уже больше ответственно то что мы взросленности там уже там уже там уже не попляж никуда не пойдешь только так или иначе а пока у нас есть возможность мы это делаем еще один вопрос родители это всегда эта тема вы же сами 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 родитель родители как сейчас говорят на западе родительница в хорошем смысле этого слова женском роде и вот тут возникает вопрос как вы на налаживаете с ними на отношения просто русский язык теперь я вспомнил что не учительница сидит сейчас неправильно скажу что-нибудь эту боже мы кто у нас тут работает как вот эти от складывают соотношения с родителями проводите ли вы родительские собрания родители же тоже разные каждый же за своего бьется а кто-то может наоборот как-то считает что вы должны его воспитывать а они как-то делами будут заняться за право родители это тонн управления наверно которая даже рам мы с ними сложнее работы чем с детьми не так во всяком случае легко родительские собрания проводятся есть общее есть общий кадетский даты школе постоянно разговаривать разговаривать и разговаривать и если вот в ну у маленьких до в классе проводится если какие-то моменты не решены да то мы уходим на индивидуальную беседу потому что не все хотят афишировать что а потом это в принципе неправильно говорить до проблемах каким ты так не должно быть то есть общее направление что мы будем делать с классом обсуждать наши планы в каком направлении двигаться и родители конечно вот оценочная опять систему многие же хотят больше помочь и ребенок учиться на и до последнего потому что мой самый лучший мы самый лучший да ну как же так ему поставили и даже больше не то что претензий нет но возникают вопросов да что с этим делать а там как можно исправить или еще то есть это желание родители не желание ребенка у нас в нашем случае чтобы ребенок сам этого хотел до чтобы он учился на отлично конечно только разговаривать я всегда с родителями стараюсь нельзя такое слово сказать дружить но находить общий язык сотрудничать в хорошем смысле слова не помогает так пожалуйста давайте по-другому у нас есть по службу помощи это обязательно психологи с нами работают у нас есть более мое начальство за очередь директор наталья геннадьевна да то есть по мере того как вопрос не решен то есть не спешить торопиться вот так нет давайте вот так но добиваться конечной цели то есть вести конструктивный диалог и некоторые родители вот как вы сказали что мой ребенок самый лучший на большинстве случаев конечно нам удается убедить что надо действовать именно вот в этом направлении вы мама и история знает примеры когда дети учителей начинают их ревновать в той или иной в то какие-то формы проявляются а потом с другой стороны это знаете как даже за какую предпрофессию еще сейчас сразу привести в пример но мало того что целый день на работе а еще и дома надо тем же самым как повар хорошем смысле слова да вот как у вас складывается семейная жизнь и ваша профессия скорее помогает и или все таки вы знаете дети учителей все кто как правило у нас работают все детки учатся у нас да все они у нас на глазах и понимаем что им нелегко потому что на них лежит клеймо ты же учительский сын а если ты ошибся да как же так мог поступить а он же тоже человек прежде всего как все и он имеет право совершить ошибку и каждый имеет право совершить ошибку но найти а из нее выход и уметь отвечать за свои до проступки которые есть ревнует когда был маленький еще очень сюда конечно ревновал безусловно почему ты не взяла меня к себе в класс учиться например да а почему вы не взяли да я его не взяла нет но я понимаю что я его я считаю что нет адекватно оценить его это все равно мое дитя да поэтому нет и он учился потом он это понял он это понял да у параллельного учителя замечательно да но все равно под контролем контролем я по крайней мере знала что он здесь до однозначно когда стал старше ему нравится он взрослеет он сейчас я говорю уже пятый класс и вот они такие уже думать что они так все много знаю такие подростки я не думаю что мы уже не знаем мы уже не знаем на то что тоже ничего да и достаточно непросто в этом отношении ревности уже нет уже все это прошло но для изначально было и детям учителей да вот такая у них ну раз мы до дома все то же самое дома все то же самое да а такой вопрос уже раз мы так искренне общаемся у учителей но есть какие-то прозвища я не говорю слова клички но слова прозвища очень часто учителей называют по отчеству да или там какие-то но формы от каких-то вещей можете называть но вы знаете есть у вас какое-то прозвище или как-то не сложилось знаете мне кажется нет по крайней мере я ни разу не слышал мне никто не как-то не должна вас называть простой внук а потом детально но если только может быть к как-то просто по имени сквозь да то есть ну дать из историчка вот я когда историчка говорят это это уже как-то обидно когда обезличена я помню что мы преподаватели называли по физкультуре всех почему-то по отчеству вот как сейчас помню саныч у нас был вот да забавно да почему я задаю это вопрос потому что на мой взгляд это тоже такой элемент проявления отношения к учителю то есть если учитель ну являет ну близким человек близких человека даже не обязательно что он прям со всеми всегда близкие это как столько член семьи твои вот на данном этапе тогда и соответствующие и идут скажем так обратная связь как сегодня говорят до психологи к человеку приходит ну значит это хорошо на имеете ввиду кличка да кличка прозвище да зависит а если она учителя если она отрицать ну отрицательного характера то мы можем сделать вывод что при том при том что дети всегда для нас же кажется что мы чуть чуть умнее чем они правда вот но если взять все таки это последний вопрос потому что урок наш заканчивается кстати ваш урок по отношению к нам а мы погрузились начальной класса давно это было ведь каждый человек это личность многие всегда путают особенно люди не связаны с педагогикой или связанные кстати будучи даже родителями ни одного даже нескольких детей они считают что они хозяева их жизни что не надо надо учить только вот и доставлять делать как ты вот как вы считаете ребенок это прежде всего личность а потом ученик или это ученик а потом личность прежде всего мы каждой личности и вот если взрослый поймет а это тяжело сделать силу определенных обстоятельств может быть складывается воспитание какое было в семье но ты понять что ребенок это не лично и твоя собственность и он имеет право идти по своей судьбе и очень частое навязывание от родителей что должен делать так или иначе потом формирует что он становится вот эту мысль может быть безличным да что он не может выбрать свою дорогу своими внули ищет он еще то насчет помощи привык что за его спинами кто-то стоит это не есть правильно хотя нам всем очень хочется помочь постелить потому что прежде всего мы любим своих детей значит должен быть баланс должен быть баланса всегда в жизни важна золотая середина также как и учителя когда вы работаете вы понимаете что не перегнуть палку да тоже вот нельзя перегибать и что-то не доделать этот баланс сохраняется и должен сохраняться у учителя и в начальной школе у нас в среднем и в жизни и в жизни тоже жизнь и поэтому учителя которые у нас работают вот девочки до приходит много молодежи их учат старшее наше поколение и учителя которые уже и старше больше меня работают вот мы все стараемся а вот эту золотую середину мере соблюдать левитальна честное слово как побывал на уроке видите даже единицу вспомнил это в хорошем смысле пятерки тоже но надо помнить и такие моменты и и между прочим где-то я даже этим горжусь не каждый в жизни получал единицу пускай по поведению но были пятерки и все остальное спасибо вам большое вашем лице поздравляем и кадетскую школу и кадетов и не кадетов и всех праздником вот дай бог чтобы все было хорошо чтобы все последующие поколения помнили юлию витальевну фролову учительницу начальных классов кадетской школы школы городского круга люберцы урок закончен с вами был николай пивненко до свидания